хочу порекомендовать вам свой автоподбор у нас самые низкие цены в республике беларусь а также действует скидка 10 процентов для подписчиков все ссылки я оставляю под видео в описании друзья всем привет в инстаграм у меня недавно вышло видео вот проброшенные вот такие вот автомобили и много комментариев было даже в личку мне писали снять более подробное видео ребят вот сейчас на ваших экранах это opel cadet насколько я знаю погуглил двухдверный cadet который выпускался с 37 года то есть это трофейный немецкий старый opel по сути это целая легенда я не знаю эпоха смотрите такие тоненькие колеса что напоминают bmw i3 кстати ну понятное дело что он плачевном состоянии такой автомобиль восстановить это было бы что-то с чем-то потому что ну я не знаю это таких машин уже наверно практически нету понятное дело что он очень печальном состоянии кстати двигатель как можно видеть он отсутствует ну смотри сигнал есть вам ракушка такая тоже наверно все-таки это тех времен фары есть ну в принципе он на колесах визуально целый и несмотря на то что он весь ржавый до плену металл я не знаю я не знаю как в победе наверно какой-то бампер вот этот вот железная отбойник еще достаточно крепкий давайте посмотрим внутри как выглядит данный автомобиль несмотря на то что он достаточно заставлен попробуем прям покажу ребятам ну это прям настоящая легенда конечно тут уже своя экосистема все растет такие вот сиденья у него обшивка карманы ну кстати несмотря на то что он такой вот весь ржавый блин ну сквозной коррозии хотя видно что варился здесь достаточно много автомобилей брошенных именно к сожалению я не могу сказать где это место находится единственное могу сказать что это город минск то есть находится это все автомобили эти в минске на одной из стоянок минских ну привязать прям какой-то определенный адрес я не могу потому что стоянка моего товарища эти машины здесь ну короче хозяева когда-то у них были их поставили на стоянку но это очень давно было то есть вот эти вот автомобили по слухам уже брошенные тут лет 30 наверно ну может с 90-х годов стоят некоторые также здесь есть кроме вот ну пожалуй самая интересная машина которая здесь находится это вот этот вот опель кадет трофейный военный вы представьте если это даже не 37 год а например 40 то это 60 70 80 лет вы представьте только вдумайтесь автомобилю корюк которому порядка 80 лет я я могу ошибаться но вроде уже после войны пошли там четырех дворный но этот двух дворный также можно видеть стоит здесь 41 москвич даже открытый смотрите покажи ну понятное дело что он уже весь гнил все потрескалась но тем не менее даже магнитола блин вот магнитола еще судя по всему штатная пройди покажи потому что магнитола штатная вот это вот радиола тех времен ну хотя москвич этот я не знаю может быть и по двухтысячные года но состояние его мягко говоря плачевно это с весен мухом пророс я не знаю мы попробуем и туда добраться можно видеть пятерка жигуль москвич каблук стоит тоже в каблуков уже практически нету нигде мы сейчас попробуем обойти с той стороны потому что тут тоже достаточно интересный и достаточно редкий автомобиль стоит он не такой редкий как этот опель но тем не менее ну а здесь ребят конечно не такой редкий автомобиль все-таки это запорожец горбатый тоже стоит тут ну судя по всему тут вот все машины что каблук что вот этот опыт что этот аппарат вот этот москвич судя по всему стоят они все здесь больше двадцати лет потому что мой товарищ уже там ну у него право аренды на эту стоянку и уже знаю достаточно давно поэтому эти автомобили брошенные все судя по всему больше двадцати лет так уже может даже 30 что касается горбатого запорожства то здесь можно видеть даже есть двигатель вас ну понятно воздушное охлаждение 30 к старенький двигатель но мне кажется лично мне кажется что в принципе при большом желании здесь накинуть на напругу на него там подлить бензина и мне кажется что вполне возможно что его можно еще завести то есть потому что скорее всего эта машина приехала сюда своим ходом такие места даже в минске еще они присутствуют и самое интересное что по сути он не собственник данной стоянки и эти автомобили и насколько я знаю даже на металлолом но никуда он сдать не может трамплер вот щуп даже щуп есть даже масло ну оно такое совсем черное но масло присутствует то есть даже получается уровень до по риску средняя по серединке шильдик есть кстати может мы сможем тут определить по шильдику что тут написано уже все прогнило особо тут конечно ничего не увидишь просто что написано гост написан сделано в ссср год не указан конечно деталях это очень плохо хоть было бы интересно но опять же я думаю наверно год шестьдесят пятый шестьдесят седьмой может 70 максимум сожалению на на ну в багажник к сожалению пройти посмотреть мы не сможем но внутри кстати он достаточно комплектный то есть я вижу сиденья руль с этом присутствует также вот она веками тут стоит уже действительно можно знаешь такая тут локация можно снимать вот ну как будто там 30 или 40 лет без людей планета типа какой-то апокалипсис вот давай посмотрим под дачке что-нибудь есть честно непонятно какие то тут тут вообще на нажил кто-то когда-то он можно видеть матрас да вот это конечно место ребят вообще пишите под видео в комментариях пишите меня в личку в инстаграм может кто-то знает где вот тоже такие вот места или может у кого-то или у соседа там в гараже стоит капсула времени тоже было бы интересно приехать поснимать также волги здесь я сейчас пройдем посмотрим ну а здесь можно видеть тоже легенда по сути советского автопрома 21 волга 1 21 волга 2 двигатель разукомплектован у этой мощи колеса сняли можно ну тоже кстати ни одной ни у 2 оленя нету понятное дело на на это дефицитная штука хотя в этой волге можно видеть ребята вам повезло что камера не передает запахи вот такие вот брошенки но на мой взгляд достаточно интересные давай пойдем к опелю ребят смотрите альфа ромео тоже здесь очень-очень давно фиат ну и конечно же безусловно безусловно легендарная машина и очень редкая я думаю что таких белоруссии но мне кажется там буквально на пальцах пересчитать и очень жалко что такие автомобили догнивают свой век вот просто вот так вот брошенные стоят в углу стоянки никому не нужны понятное дело что его бы восстановили если бы на нее были документы но так как она брошена я не знаю точно может хозяина уже давно нету я могу предположить и просто-напросто как-то восстановить или найти как говорится концы по я имею душу сделать документы на этот автомобиль наверно не представляется возможностью хотя если ее восстановить мне кажется это будет стоить каких-то просто баснословных денег потому что несмотря на то что металл достаточно крепкие не знаю но тут на нем танцевать можно тут конечно это просто броневик какой-то но судя по всему что судьба данных автомобилей в первую очередь данного опеля времен второй мировой войны видно просто догнивать здесь говорится кладбище для данного автомобиля и в целом для данных автомобилей а вы пишите под видео в комментариях в instagram можете перейти если у вас где-то там стоят вот такие вот машины я бы с удовольствием приехал бы и поснимал их на этом все не забываем поставить палец вверх подписаться на канал если вы не подписаны всем удачи на дорогах всем пока